Те самые долгожданные гости, как их окрестили некоторые люди, креативные варяги, Александр Грант, руководитель Института идентичности город Москва и Сергей Крещев, креативный директор Института идентичности город Москва. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, нормандская теория в действии. Приехали люди, которые... Вы что-то слышали про Иркутск до того, как вы начали заниматься конкретным брендом? Ну что, супергород, в который когда-то надо попасть. Если будет такой пинок, который поднимет и через всю великую страну, значит, добросит, надо попасть хоть раз в жизни, иначе не жил. Ради чего? Ну, действительно. Это же Иркутск. За пределами Иркутска Иркутск много значит. Прямо вот говорят, и все. И как-то и название звучит солидно, и сам город как-то представляется чем-то великим. Ну, а правда ли, что Иркутин... Вы в одном из ваших редких, ну, уже интервью в Иркутске, вы сказали о том, что Иркутск, если его рассматривать как человека, у него огромный потенциал, но слегка заниженная самооценка. Иркутяне недооценивают город. Да, ну вот нам так показалось. Ну, и не только нам, да? Да, конечно. Давайте начнем вообще с того, для чего нужен бренд городу. Потому что тоже развернулась такая полемика, а нужен ли... А кто-то говорит да, а кто-то говорит нет. Что-то подчеркнет одну сторону, да, и как бы... Как-то ущемляет другие. Многие грани будут заметны. Ну, здесь, во-первых, надо сказать, что бренд многие люди видят как значочек какой-то, да, логотипчик, который будет везде сейчас, везде и в оградке, и все такое. А бренд, на самом деле, это другая вещь. Бренд это, грубо говоря, иркутскость, которая проявлена во всем. И на что смотришь, вот на человека где-то, говоришь, о, вот он... Из Иркутяне. Отлично, да, из Иркутска. Там что-то еще происходит, какой-то там медиапродукт, какие-то явления, там события в городе, городские предметы, архитектуры. Вот это вот все иркутское. Вот как по Лондону ходишь, и вот лондонское, лондонское, и в этом купаешься. Все как в море, да. Ну, например, а вот когда будет понятие иркутский лук, там, иркутский грув, иркутский драйв, и еще что-то такое, и оно будет понятно, и все мироизвестно. Вот это значит, вот это бренд. А для чего он нужен? Во-первых, это самореализоваться помогает и городу, и компании, и человеку. А во-вторых, ну, естественно, дороже себе продавать. И здесь и фильтруются те же самые туристы, то есть приезжают те, кто вообще-то может себе это позволить, ну, как качественные люди. Вот, и люди, сами иркутяне, хотят остаться в городе. Ну, и что получается, что лучшие люди остаются, и город становится краше, и дальше развивается. Вот, ну, естественно, инвесторы те же самые готовы платить премиум и не ссылаться там на какие-то расстояния и здесь оказываться. Это во многом вот эмоциональная, вот эта вот эмоциональная вещь. То есть здесь даже не на рацию, не на том, что здесь дешевле то, там, лучше то, а это именно вопросы восприятия. Вот что классно, что не классно, что безопасно, и что мне подходит, грубо говоря. Вы не против, если иркутяне простые будут задавать вам вопросы, мы будем один вопрос от нас, один от города, так назовем. Здравствуйте, как зовут вас? Алло, доброе утро. Алло, доброе утро всем. Ваш вопрос? Светлана? Светлана, Светлана, да, пожалуйста. Что бы вы хотели сказать, Светлана? Я бы хотела сказать, что на бренде Иркутской области должен быть обозначен наш музей Томсии с нашими деревянными строениями, с нашим острогом, с нашей первой школой. Ну, вот так как-то. Спасибо большое. Ну, вот пока у Иркутян представление такое, что вот мы перечисляем просто какие-то культовые места, которые, ну, как-то дороги сердцу нашему. Вот, и все мы надеемся, что частичка этого каким-то образом попадет в бренд. Вообще, это возможно, что вот этот образ, он будет сочетать в себе все озвученное сегодня. Ну, вот еще раз здесь, что бренд и логотип, это чуть разный. Логотип, это одна из частей, да, там одна из частей символики. Но Иркутск же это не только деревянная архитектура. Вот мы сейчас здесь стоим, где у нас здесь есть деревянные там резные наличники, ну, нету. Ну, что теперь, это не по-иркутски? Ну, а давайте сделаем так, чтобы вот это было, ну, и может быть, это уже и по-иркутски. То есть, бренд должен отражаться даже вот в прическе, в костюмах. Да, да, да. Ну, вот как дамы из Краснодара, там вот Одесса, например, кстати, вот Одесса, да, там во многом вот эта одесскость, это яркая, выпуклая, характерная вещь. Вот сейчас вы разговариваете с общественностью Иркутска, да, с лидерами мнений, так называемых. Скажите, пожалуйста, вам удалось нащуп, вот уже сейчас, я так понимаю, что скоро декабрь, вот ту самую нить иркутская... Нам удалось, но мы вам не признаемся, это будет спойлер, это будет следующая передача. Нет, я шучу, будет сегодня спойлер. Удалось. Насчет деревянного зодчества. У нас нет задачи выбрать, опять же, деревянное зодчество, или декабристов, или авиацию, или, не знаю, манеру, или профиль мэра. То есть, нету такой задачи. Это же все есть, мы не можем вычеркнуть из жизни что-то. И поэтому мы, естественно, мы обнаруживаем все, что есть, и те формулировки, которые мы даем, они должны все это покрывать. Они должны быть достаточно абстрактны, чтобы это покрывали и не сдерживали развитие. Потому что, если мы, грубо говоря, привяжем, вот так, Иркутск, это город деревянного зодчества, и получается, что вы только вот деревянное зодчество и будете воспроизводить еще тысячу лет. И где вы окажетесь в этом, грубо говоря? Ну, нет, этот вопрос не можем не задать, потому что, вот, если так топ-3 провести, это понятно. Первое, это Байкал, Иркутянечка, второе, деревянное зодчество, третье, по-моему, там, декабристы. Но от меня еще майонез был, Иркутянечка. А, майонез, это, да, это песня. Вот у вас такая сверхзадача, мы слышали, стоит, что сформировать бренд города без Байкала. И без майонеза. И без... Ну, это вообще научная фантастика просто, братья Стругацки. Нет, майонез, майонез будет, я чувствую, так, ключевым ингредиентом кухни, иркутской кухни. Потому что сейчас говорят, иркутская кухня, это что? И говорят, это позы, это сагудай, это, ну, вот, когда спрашиваешь, а что такое вот иркутская кухня, да, там, иркутская еда. Ну, вот, и нам, ну, такие, перечисляют, несколько блюд. А вот майонез, это вполне себе. Но без Байкала можно ехать на шее Байкала. Но, как мы говорим, если будут дешевые, хорошие вертолеты из аэропорта, то иркутская останется вне этого, уже и этого торгового пути. Раньше он на одном торговом пути был, чувствовал себя прекрасно, да. Потом изобрели там контейнер на перевозке, он оказался вне его. Вот, а сейчас будет телепортация, он окажется вне, потому что он никому не интересен сам по себе. Если можно доехать на Байкал, и там отличная инфраструктура и отличное сообщение, то зачем нам нужен Иркутск, который бесплатное приложение к журналу Мурзилка, ну, то есть к озеру Байкал. Вот, вот, это ответ на Байкал. Вот мне хочется уже к Сергею обратиться. Вот скажите, пожалуйста, какое на вас впечатление произвел наш город? Вы здесь уже, я так понимаю, второй раз, да? Да, да. Мы уже в костюме коренного иркутяне, да, потому что у нас такое впечатление. Я, на самом деле, я специально подготовился, но я простыл при этом все равно. Это не то, что луком, а брус. У меня, на самом деле, тоже изначально было такое впечатление, потому что все мои друзья иркутяне, которых я знал до того, как оказался в Иркутске, они люди особенные, безусловно. С другой стороны, есть некое общее мнение, там, в Москве, в Петербурге и в России, и то, что Иркутск – это один из, там, десяти городов мира, в которых надо побывать обязательно. Вот, и, ну, безусловно, это так. Я вообще иркутском восхищаюсь. И вот мы уезжали, сейчас мы приехали месяц назад, уехали обратно, и я думал, когда же мы приедем, когда приедем, считал дни. Вот, и хочу уже третий раз. Ну, смотрите, вы формируете тот образ, который получат, как бы, те, кто хочет сюда приехать, да? А когда они сюда приедут, что они получат здесь? Вы как-то работаете над внутренним брендом? Вот, это очень, это самый, наверное, лучший вопрос. Потому что как раз образ, он, у него и, что называется, он вовне транслируется, модель, вернее, образа. То есть мы его сейчас помогаем моделировать. И он, модель пойдет вовне, это как бы целевой образ, да? Что мы хотим, чтобы в голове было, когда говорят Иркутск, вот, чтобы люди говорили раз, два, три. И это было, да, там, и то же самое внутри. А для чего это нужно? Потому что люди снаружи приезжают на атмосферу. То есть они не приезжают на памятник Александру Третьему, или даже на деревянное зодчество, как бы нам оно не нравилось. Они приезжают на атмосферу и остаются на атмосферу. И им хочется в этом побыть, да? И вернуться еще раз, и возвращаться, и возвращаться, и возвращаться. А не то, что они увидели, все, до свидания, там, еще куда-то поедем. Ну вот. А кто создает атмосферу? Ну, не Александр Первый. Ну, в общем, ну, вот вы, да, тут хахахи, и люди, и те, кто готовит там хорошую иркутскую вот эту вот еду, и там, и прочее, прочее. Вот это вот создает атмосферу. Поэтому единственное, естественно, нужно с людьми работать. И у нас это, и у нас это, вообще-то, большая задача. Потому что, какие люди? Вот мы видим очень много заряженных таких вот людей, которых, как у них такие вот разряды где-то идут, как у электрошокер, да? То есть, например, заряженные. Они что-то делают. Они много сообществ, да? Говорят, у нас город маленький, провинциальный. Мы, я вот, не знаю, за сердце хватаюсь, то как, какой? То есть, я вижу, что у людей там амбиции. Один час весь центр города там перекрасим, подновим, восстановим. Второй... И перекрашивает. Еще, ну, да, 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 вот. И поэтому мы это видим. Но нам говорят, ну, мы вообще-то друг с другом не очень. Мы вообще-то все в разные стороны. И мы вообще-то об Иркутске разные вещи думаем. И мы, когда изучаем, что это, то есть, мы с ними, со всеми, мы говорим, да, изучаем и историю, и статистику, и вообще-то наблюдаем, как все происходит. Мы-то понимаем, что они имеют в виду одну вещь, просто называют по-разному, и считается, что они разнонаправленные. И поэтому наша задача здесь не сказать что-то там новое, взять там с неба, а просто назвать. Это вот вещь, которая объединяет, и помочь, насколько мы сможем, помочь людям объединиться вокруг того, что и так у них есть. Слушай, мне кажется, что действительно основная задача бренда – это вот некое сплочение, да? То есть, когда мы будем под одной идеей, то есть, у нас вот будет сформирована и озвучена эта идея, потому что мы, в принципе, все то же самое думаем. Вот об озвучке, да, наверное, хочется поговорить? Как бы усилить, вот сформулировать, усилить там где-то, почистить, да, и чтобы это было понятно, и что, а, вот то, что я делаю, это вообще по-иркутски, чтобы оно получило ценность больше. Вот смотрите, когда вы, так скажем, сдадите работу… А когда мы сдадим работу? А вот это хорошее. Когда будет результат, бренд под ключи, и всякие такие… Какой под ключи? Не знаю, креативщиков, там, творцов потахнет. Это когда вы сдадите работу. Да, когда вы сдадите ключи от студии. Смотрите, какое будет физическое выражение у бренда города? Какой будет логотип? Как это в звуках и так далее, вот в форме? Ну, то есть, иркутяне сейчас заинтригованы, они все, конечно, ждут, они с любопытством ждут каких-то результатов. Вот как в физическом выражении. Физическое выражение эффективного бренда – это звонкие пиастры. И хрустящие пачки. Ну, это так и есть. Но это всегда, сейчас мы живем в мире, где, в общем, успех мерится деньгами, и больше ничего не придумали, хотя у нас на эту тему есть большая надежда на Иркутск. Туристический человек потом. Ответит, ну, не обязательно. Ну, будут платить больше за недвижимость, за землю, инвестиции будут стоить дороже порог входа. Да, и потоп, там, допустим, вырастет, и качество туриста будут просто платить больше. Будут люди, скажем так, которые больше смогут зарабатывать, будут оставаться в городе и, соответственно, зарабатывать. То есть, он станет интереснее, он будет в повестке. Вот это результат того, что иркутскость будет проявлена и понятна. Вот, то, что мы сейчас делаем, и все ждут, и хотят пообсуждать, а вот логотипчик, почему мы там не поставили, значит, наличничек, или там Машево любимого розового слона, или, значит, профиль еще кого-то. Коричево вовсе, да. Это все, это все детали, дело не в этом. Все это уже давно есть. Это просто флаг, с которым мы пойдем к нашему любимому иркутску, которую мы все будем обожать. Но как-то иркутяне могут поучаствовать в обсуждении? Конечно, конечно, конечно. Очень многие рвутся вот в этот бой. Конечно. Скажите, каким образом? Вот эта идея, которая будет, она, вот характер, выражаться и в том же пресловутом логотипчике, и там в музыкальной теме, и там в визуальном, и во всем. Вот, мы смотрим о том, что и говорим, иркутскость должна быть проявлена так всеобъемлюще. И в архитектуре, да, и там в пространственных решениях в городе, в той же кухне, да, майонезной. Вот, та же вот иркутская музыка, вот что это такое, да, и то есть у нас чувства много, и мы создаем вот этот вот экспириенс. И, естественно, создавать его будут люди, которые уже здесь что-то делают или хотят делать. И вот когда они, как сейчас с ними мы начинаем диалог, да, вот архитектурой занимается кто-то, хоть девелопер, вот почему бы не совместно не сформулировать вот это вот, как иркутскость будет правильна в архитектуре. То есть по-иркутски. Остановки по-иркутски, там заборы тоже, чтобы не было вот этих вот споров про оранжевые заборы, значит, вездесущие. А какой вот иркутский забор, чтобы был консенсус. Да, это вот так. Потому что в Лондоне меняют остановки, и там нету этого. Ну, там пару сумасшедших может быть, но, в общем, нет общественного такого вот колыхания, что это не то. Потому что оно то, потому что есть понятное, что такое лондонское. Ну вот, и здесь то же самое. И вот, например, музыкальные темы, там фильмы об Иркутске, вот мы вчера разговаривали с режиссером, да, и как снимать, вот что снимать по Иркутске, какая задача и мы, и мы вчера вот этот вот фит делали. И уже нашли, да? Да, да, да. Есть, есть, есть. Все, вот здесь ставим точку и запятую, потому что скоро, я думаю, мы увидим результаты работы. У нас в гостях были Александр Грант, руководитель Института идентичности Город Москва, и Сергей Крещев, креативный директор Института идентичности Город Москва. Спасибо, что пришли. Спасибо. Удачной вам охоты, работы и очень ждем ваших результатов. Ну, а у нас впереди прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин